Добрый день! Сегодня мы вам хотим представить новое издание. Это диагностический материал для диагностики нейропсихологических дошкольников. Он состоит из трех книг. Первая книга – это теоретические и методологические основы нейропсихологической диагностики в дошкольном возрасте. Следующий – это собственно диагностический альбом для дошкольников, в котором представлены диагностические материалы. И формы, третья часть опросников для родителей и протоколов обследования для детей дошкольного возраста. Немного расскажу об авторах этого издания. Это научный руководитель Центра детской нейропсихологии имени Лурия, профессор кафедры нейропсихологии МГУ, доктор психологических наук Жанна Марковна Глозман. Это директор Центра детской нейропсихологии имени Александра Романовича Лурия, кандидат психологических наук, педагог, филолог Соболева Александра Евгеньевна. Ну и ведущий специалист Центра детской нейропсихологии Титова Юлия Оттовна, руководитель проекта «Психологическая помощь детям раннего возраста». Издание это уникально тем, что это первый диагностический материал, который позволяет проводить нейропсихологическое обследование для детей дошкольного возраста уже с двух лет. И в этом издании, наверное, уникально то, что части разделены и удобны для использования на практике. То есть методологические основы отдельно от протоколов обследования и от диагностического альбома. Что касается методологической части, то здесь основной интерес предоставляет то, что дана подробная количественная оценка, критерий количественной оценки для каждой возрастной группы, а также возрастные нормативы по развитию высших психических функций каждой возрастной категории. Эти данные приведены в табличной форме, что удобно для использования на практике. Можно всегда обратиться к таблице и сравнить показатели конкретного ребенка с нормативными показателями. Точно таким же образом здесь представлена и бальная оценка. То есть по шестибальной шкале оценивается уровень развития психических функций ребенка. Для каждой оценки дана характерная симптоматика. Что касается альбома, то здесь также материал расположен в удобном формате. В первой части альбома отдельно представлены те материалы, которые специалист может подготовить заранее до проведения диагностики. То есть это примеры тех материалов, которые могут быть использованы для диагностики детей в основном раннего возраста. Во второй части этого же альбома уже есть рисуночный материал, непосредственно предлагаемый ребенку при нейропсихологическом обследовании. Так вот здесь вот на картинке мы видим метод для исследования зрительного гнозиса и речевых функций ребенка. Кроме того, здесь также представлены материалы для исследования зрительной памяти ребенка, анализ сюжетных картинок и позволяющие исследовать речевые функции, функцию мышления, задание на исключение понятия и, конечно, понимание ребенком, аналогии. Что касается третьей части, где представлены формы протоколов обследования и опросники для родителей, то здесь также все наши протоколы разделены по возрастам. Для каждой возрастной категории отдельный протокол в табличном варианте, который также очень удобен для заполнения непосредственно во время диагностического обследования. Как вы видите, здесь по каждой сфере даны примеры симптоматики и можно по ходу диагностики специалисту отмечать, какие он видит у ребенка особенности. Затем, суммируя и анализируя все эти параметры, выводится бальная оценка. Что касается опросников для родителей, то здесь у нас приведена необходимая для получения дополнительных данных анкета для родителей, здесь аномнистические данные, но эти дополнения и запрос родителей, которые они хотят осветить специалисту. А также специальный опросник, модифицированный нами для родителей без речевых детей. Посредством этого опросника, даже если ребенок двух лет, трех лет не говорит нам ничего на диагностике, мы можем оценить уровень его речевого развития. Ну и кроме того, небольшая анкета, но очень емкая информативная, это шкала Коннерса для определения гиперактивности у ребенка. Хочется отметить, что нейропсихологическую диагностику уже очень актуально проводить в раннем возрасте для того, чтобы выявить на первоначальных этапах какие-то дефекты формирования высших психических функций ребенка, необходимых потом для дальнейшего обучения в школе. То есть нейропсихологическая диагностика в данном аспекте выступает как профилактическая. На уже раннем этапе развития мы часто замечаем, что у ребенка есть какие-то отклонения в развитии речевых функций, зрительного восприятия. Для уточнения этих отклонений, ну и дальнейшей коррекционной работы, как раз служит нейропсихологическое обследование. Посредством специальных заданий нейропсихологических проб мы можем выявить причины возникновения тех или иных сложностей у ребенка и наметить план дальнейшей коррекционной работы. Также мы можем выявить, относится ли ребенок к группе риска по возникновению дальнейших учебных сложностей. Допустим, уже в дошкольном возрасте мы можем посмотреть, насколько сформированы у ребенка пространственные представления, которые у нас ложатся в основу освоения математических знаний и усвоения образа буквы и цифры в целом. К тому же мы можем увидеть у ребенка такую симптоматику, как высокую истощаемость при выполнении заданий, недостаточную концентрацию внимания при выполнении заданий. И в этом случае мы также можем проводить раннюю профилактическую коррекционную работу на основе данных нейропсихологического обследования, а также в случае необходимости направлять ребенка к специалистам смежных областей. То есть это неврологи, логопеды, коррекционные педагоги. Что касается применения на практике этого альбома, то его специфика в том, что он может применяться не только специалистами-нейропсихологами, но также и педагогами, и воспитателями, потому что материал преподнесен в достаточно удобной и хорошо воспринимаемой форме. И какие-то методы нейропсихологические специалисты смежных областей могут использовать на практике частично, даже не обладая глубокими знаниями нейропсихологии. Таким образом, педагоги могут использовать в своей практике, например, тесты на фономатический слух для уточнения специфики речевых нарушений у ребенка, если они замечают таковые в процессе обучения. Также очень удобны для использования педагогической практики пробы на понимание сюжетных картинок, позволяющие исследовать нам мыслительную деятельность ребенка. Ну и вообще все рисуночные тесты, они допустимы в использовании даже без глубоких нейропсихологических знаний. Если же педагог обладает такими знаниями, то он может использовать эту методику комплексно для выявления всего спектра и особенностей высших психических функций ребенка. Так, например, для исследования зрительного гнозиса восприятия целостного изображения предмета уже с двух лет воспитатель может применять вот такие вот образцы разрезных картинок. Мы даем ребенку сложить соответствующее изображение, два года это из двух половинок. Если ребенок справляется с этой задачей с легкостью, то значит это нормативный ребенок и мы не должны ни о чем беспокоиться. Но могут быть и другие варианты. Ребенок затрудняется узнать целостное изображение, очень долго этим занимается и не может сориентировать картинки друг относительно друга. А вот это уже нам один из тревожных звоночков, что возможно зрительное восприятие ребенка в этом возрасте требует уже специального коррекционного воздействия, который мы можем осуществлять также на базе аналогичных картинок, изображений в нашей уже практической коррекционной деятельности. А также для уточнения каких-то вещей по формированию целостного образа предмета либо в более старшем возрасте мы можем применять вот такие вот кубики с изображением реалистичных животных. И здесь у нас еще также добавляется пространственный компонент. То есть ребенок должен не только правильно собрать картинку, но еще и изначально найти части этой картинки на нужных гранях кубика, сориентировать их друг относительно друга, глядя на образец этой картинки. Пространственные представления, как мы видим, уже возможно оценить даже в трехлетнем возрасте, имея вот такой вот арсенал, в общем-то, знакомых ребенку ярких средств. Для анализа мыслительной деятельности и речевых функций ребенка используются вот такого плана сюжетные картинки. Это серия сюжетных картинок, по которой ребенок должен составить рассказ, а также отдельные сюжетные картинки, где ребенок должен уловить скрытый смысл и также самостоятельно объяснить специалисту, а что здесь, собственно, произошло. Аналогичные сюжетные картинки можно использовать и в коррекционной работе в дальнейшем с ребенком, если мы видим, что у ребенка есть трудности установления логических взаимосвязей между событиями, изображенными на этих картинках. Кроме того, очень удобны в работе вот такие вот варианты сюжетных картинок, последовательности картинок, расположенных на карточках, где ребенок, кроме того, что ему нужно понять логическую взаимосвязь между этими картинками, объяснить ее, должен распределить самостоятельно эти картинки в нужном порядке. Кроме того, для анализа мыслительной деятельности используются небольшие рассказы, которые специалист предъявляет ребенку, то есть читает слух, и затем ребенок должен проанализировать сюжет этих рассказов и также понять смысл и мораль этих текстов. Кроме того, наш диагностический материал позволяет не только нейропсихологам, но и воспитателям и педагогам оценить уровень подготовленности ребенка к школьному обучению. Это не только оценка уровня развития знаний, умений и навыков ребенка, но также и оценка сформированности того фундамента, нейропсихологического фундамента, который необходим для успешного усвоения знаний, умений и навыков на дальнейших этапах школьного обучения. То есть мы можем посмотреть сформированность психических функций на двигательном уровне, потому что в нашем диагностическом материале представлены очень важные пробы на оценку мелкомоторных функций ребенка, функции переключения, плавности организации последовательных действий, которые затем необходимы для усвоения таких навыков, как письмо и чтение, для автоматизации письма и чтения, ну а также пространственных представлений, которые у нас формируются изначально на уровне собственного тела, то есть ориентирование частей собственного тела друг относительно друга и относительно объектов пространства, окружающего пространства. Поэтому получается комплексная оценка готовности ребенка к школе. Не только, что мы часто встречаем на практике, оценивается уровень знаний ребенка, но и уровень сформированности психических функций, которые потом необходимы для дальнейшего школьного обучения, особенно уже во втором классе, потому что еще на уровне первого класса, когда объем материала не такой большой и когда темп работы в классе еще не такой высокий, ребенок может достаточно успешно справляться с учебной деятельностью, пользуясь только хорошо сформированными своими когнитивными функциями. Но, к сожалению, без нужного количества кирпичика в фундаменте, то есть именно в двигательной сфере закладывается этот фундамент, ребенку будет сложно справляться с учебной деятельностью, когда объем предлагаемого материала и темп работы увеличиваются. Поэтому еще раз подчеркну, что нейропсихологическая диагностика позволяет более глубоко и в большем объеме выявить особенности ребенка, которые влияют на дальнейшее его школьное обучение. По итогам нейропсихологического обследования можно составить общий портрет ребенка и выявить его сильные и слабые звенья психического функционирования. Что касается слабых звеньев, то здесь, конечно, предусматривается коррекционная работа с ребенком. В рамках нейропсихологической коррекции осуществляется комплексный системный подход к развитию высших психических функций ребенка. Но даже педагог, который выявляет те или иные слабые стороны развития ребенка, может использовать частично нейропсихологические методы для коррекции отдельных психических функций ребенка. Мы говорили о диагностике мыслительных функций посредством различных сюжетных картинок. Точно такой же материал педагог может использовать в практической коррекционной работе с ребенком. Кроме того, педагог может пользоваться различными материалами для коррекции пространственных представлений ребенка. Мы также делали акцент на том, что наши кубики могут служить и диагностическим, и коррекционным материалом. Также педагог может, видя те или иные особенности ребенка, рекомендовать дополнительные занятия родителям ребенка, игровые методы. Ну а в случае серьезных задержек формирования тех или иных психических функций, конечно, обращение к специалистам, таким как невролог, таким как нейропсихолог и логопед-дефектолог в случае необходимости.